Долгожданные продажи автомобиля Lada 4х4 Urban начались 27 октября 2014 года в городе Тольятти. На церемонии старта продаж президент Автоваза Бо Андерсон передал ключи первому покупателю вот в этом дилерском центре Aura. Вторая хорошая новость для поклонников марки состоит в том, что цена на внедорожник оказалась существенно ниже, чем называлась ранее. Она составила 402 тысячи рублей. Таким образом, продажи Lada 4х4 Urban в комплектации с постоянным полным приводом, кондиционером, улучшенным пакетом шумоизоляции, раздаткой и блокировкой начались со стоимости почти на 30 тысяч ниже от ранее запланированной. Снижение вызвано тем, что после презентации новинки в 20 российских городах служба маркетинга Lada произвела переоценку конъюнктуры. До конца года запланировано производство 500 экземпляров Урбана. На следующий год заказ существенно выше – 5 тысяч. Но, по словам президента Автоваза, будет выпущено столько автомобилей, сколько необходимо. Когда мы рассматриваем Lada 4х4 Urban, Kalina Cross и Largo Cross, это автомобили, которые изначально предполагались стать нишевыми. Для того, чтобы вернуть, возродить гордость за бренд Lada. Очень многие люди были настроены скептически. Но, если вы почитаете, что пишут в интернете, мы привлекли очень большой интерес. И я уверен, что мы сможем произвести столько автомобилей, сколько люди захотят купить. Надо сказать, что автомобиль с самого начала вызывал бурную полемику в интернет-сообществе. Нашлись как сторонники, так и противники данной модификации. Но, согласно данным статистики наших соцсетей, все-таки более трех четверти зрители одобрительно относятся к Lada 4х4 Urban. И вот как комментирует свою точку зрения на данный вопрос корифей отечественного автопрома и главный конструктор Нивы Петр Прусов. Если бы это предлагалось, домен Нивы, я бы в первую очередь все остальное оставил, кроме бампера не дергал. Но это ведь модификация, это дополнение интересное. И поэтому я думаю, что это имеет место быть. Вы вспомните, когда было общее падение рынка, мы тогда родили кучу модификаций на базе Нивы. И пикапы, и фургоны, и пятидверные, и трехдверные автомобили. Сегодня время прошло. Надо опять рынку предлагать различные варианты. Поэтому, как вариант, вот этот автомобиль, он вполне имеет место быть для того, чтобы... И еще из новостей, касающихся Лада 4х4. Как отметил в ходе короткой пресс-конференции Бу Андерсон, Автоваз работает над расширением линейки двигателей для Лада 4х4. По нашим сведениям, речь идет об 1,6-литровом восьмиклапанном моторе семейства Калина Гранта и 1,8-литровом, наработки по которому уже имеются у Лады. Некоторые из наших потребителей уже сами нашли некоторые приемлемые. хорошие альтернативы. Один из хороших двигателей, который встанет в этот автомобиль, Лада 4х4, это двигатель 2,1-литра, это двигатель Даймлер. Но сегодня этот двигатель производится в Ярославле. Группа газового производит. Кроме того, исходя из высоких темпов запусков производства на Автовазе специальных серий, в ближайшие полгода можно ожидать появления предсерийной новинки в проекты Лада 4х4 на платформе 21.21. Версии Лада 4х4 экстрим для любителей активной внедорожной езды. Я об этом знаю, я об этом слышал, но я хочу сказать, что автомобиль экстремальный, сам Нива, это узкая ниша, потому что у Нивы достаточно экстрема без этого. Я могу сказать, что даже вот это предложение, я думаю, по количеству на рынке, оно будет больше, чем экстремальное. Но я опять повторю, что я за то, чтобы сейчас пока не вышло новое, вариантов было как можно больше. По нашим данным, уже произведено около ста экземпляров Лада 4х4 Урбан, которые готовятся к отправке к официальным дилерам Лада в регионы. В шоуруме тольяттинского дилера Аура мы заметили сразу три экземпляра цвета кориандр. Впрочем, доступна ли данная модификация для пробной поездки в других дилерских салонах, пока не ясно.